ребят всем доброе утро в общем мы приехали чтобы забрали машину на эвакуаторе на удивление мне сказали 30-40 минут и он будет здесь но я позвонил думал что попьем кофейку и приедем так как ехать 20 минут я позвонил мне проставили ссылку где находится в данный момент эвакуатор я смотрю написано 13 минут осталось до того как он сюда приедет такой говорит тебя пить мы не полу нас не получится кофейку попить мы сразу сели и в итоге эвакуатор приехал быстрее чем мы хотя на как бы нам ехать но все равно очень быстро обычно ты ждешь час этой больше а тут еще так быстро классно сейчас будут папину машину загружать а мы едем в магазин нам нужно там кое-что короче докупить она сама по мара но он и садится по москве на москве Ребята, мы съездили в Брико Март, у нас такой огромный магазин с техникой, с всякими инструментами, купили лампочки, в общем, то, что нам не хватало, и самое главное, что мы не купили в прошлый раз, это вот такой вот переходник, чтобы мы могли подключить этот раскопульт. Его не было в комплекте, нам об этом не сказали, ну, в общем, цель была покупки вот это, ну, и заодно купили еще всякие разные штучки. Ладно, сейчас отправляемся в другой магазин, нужно применять выключатель. Ребята, всем привет, мы уже приехали домой в первую половину дня, я снимала для вас видео, вот это, что у нас совсем скоро уже на неделе, на неделе уже выйдет, просто Ванечка мой крокс, и в кроксе заснул камешки, и я вот видела это, и поэтому так это отвлеклась. Вот, в понедельник, в следующий понедельник Ванечка уже идет в сад, вот, я уже собираю все-все-все вещи, у меня, в принципе, все готово, нам нужно сделать фотографии, и там еще парочку вещей, я вам потом покажу, что нужно из-за садик с собой. Я думала, что нужно будет просто, нет, не нужно будет, нужно будет только подушечки свои, и то это не для сна, а у меня там другие будут активи, да, я не знаю, как по-русски сказать. В общем, ритуалы свои, им нужны две подушки, все остальное все есть в садике. Вот, Ванюша спит, у нас сейчас такой с ним сложный период, я не жалуюсь, просто делюсь, говорю, как есть, чтобы, я знаю, что многие мои подписчицы тоже мамочки, и вот нам два с половиной года, мы очень сложно уходим спать на дневной сон. Ночной сон прям супер, идеально, мы выработали рутину, в принципе, и на дневной сон у нас тоже определенная рутина, каждый день, за две в день все одно и то же, но он все равно сейчас такой неспокойный, плачет, кричит, но я думаю, я подозреваю, что это именно вот такой вот этап, и скоро он пройдет. Главное себя сдерживать, не вестись, не кричать, не нервничать, но это безумно сложно, когда ребенок так истерит, но ничего, мы с этим справимся, все будет хорошо, это, я всегда себя успокаиваю тем, что это не навсегда, это всего лишь этап, это небольшой этап. Что у нас по плану сегодня? Сегодня по плану нужно повесить все светильники, которые дополнительно пришли в другую детскую комнату, ну, наши их две, вот, сделать, доделать пол, тоже в той же, во второй комнате, мы позвонили одному рабочему, ну, чтобы была помощь, чтобы, как бы, и дети ими сами все это делали, вот, нам посоветовали одного русскоязычного мастера, строителя, вот, и мы позвонили, а он сказал, что он сможет приступить к работе не раньше, чем через три месяца. У нас есть еще одна бригада, которые тоже не раньше, по-моему, ноября или октября смогут приступить к работе, в общем, да, мы потихоньку ищем рабочих для того, чтобы, когда мы уже будем тотальную переделку делать, вот, сносить вот ту стену, которая сзади меня, то мы поняли, что с испанцами мы работать не хотим однозначно, и мы ищем именно хороших специалистов, которые говорят на нашем, да, на русском, вот, так что такой вот план, а там посмотрим. Мы ищем, созваниваемся, выслушиваем рекомендации, записываем двумя раз, звоним, уточняем, и вот все, о ком хорошо отзываются, у них работы на несколько месяцев вперед. Это говорит, кстати, о многом. Вот, еще у нас вопрос стоит с лестницей, у нас все-таки вот перила, но они очень плохо установлены, и вот были поломаны, они вот так вот сильно считают. Осталось внизу сейчас сделаем. Ну и пока время наступим с этим, нам будет, чтобы они их освежить пока. Потому что здесь скотч был ремонтан, провода. Там провода какие-то, непонятные. Везде, в испарнили, здесь пользуются скотч. Ну хорошо, хоть и армиры на него. Вот, и нужно как-то, это тоже все-таки вонюшка ходит, это все дело, ну да, временно устранить все эти неполадки. Вот, и разобрала я вчера, кстати, вот эту зону. То есть стиралку мою. Да, вот это можно убирать, ну как бы, как бы на улицу. На летнюю кухню, чтобы вдруг там постирать нужно что-то. Для голубой. Вот, и здесь будет встроенный шкаф, но тоже уже позже, когда сделается ремонт. А вот все-все-все, что вот это вот их, всякие штучки, прибалуточки, я перенесла в эту комнату, она сейчас пустая. Вообще здесь будет стиральная машина и сушилка. Ну вот. Вообще я сейчас, вы знаете, что поняла? Знаете, что поняла? Я хотела пойти небольшой порядочек навести в ванной комнате наверху, потому что мы сейчас начали активно пользоваться той ванной комнатой. Я сейчас возьму все, всю химию и пойду помою там. Ну так, не глобально, а хотя бы вот, хотя бы смыть все, все то, что там грязное. Вот краски, вот всего остального. Вот этим сейчас и займусь. Ну а теперь другое дело. Все. И ванну тоже помыла. Здесь все. Вот там наверху. Вот пустая, где чистая, где чистая. И ванну тоже помыла. Она старенькая очень. И вот здесь вот просто содрали эмаль. Видите, такое серое. Это очень тщательно что-то мыли. И плюс вот этот рисуночек, чтобы не скользило. И тут ржавчика. Наверное, вот этого. Наверное, нет, ну а здесь очень плохая вода. Очень. Вот вода здесь стекла. И вот это вот не знаю, чего уж мыть. Сейчас я прям начисто, начисто, прям супер-пупер, чтобы принимать ванны. И не вымываю, потому что все-таки идет ремонт. Здесь будут руки мыть, набирать воду, ведра. Там, ну так, чисто. Вот сейчас еще пол пройдусь, что намочила. И там чуть не грязь. Но главное, что ходить в туалет. Будет приятно, чистенько. Вот сейчас пройдусь в пол. Потом это снимут. Мы это зачистим, покрасим. И вот это вот тоже все снимут. Зачистим, покрасим. И внутри тоже все будет краситься и мыться. Вот это что. Такой вот план. Ну а так временно. Я даже вот плитку еще не мыла. Вот когда покрасят коридор, когда все уже вынесут, я планирую здесь прям парочистителем, прям все стены, все-все-все отмыть. Так, протерла зеркало, чтобы было видно себя в отражении. Вот, ну вообще приятнее теперь будет. Более всего оценивать. Мужчины все занимаются... Выключатели тоже нужно поменять. Мужчины занимаются, я так понимаю... А, нет, не лестница. Я почему-то думала, лестница делает вот кусочек пола. Там, где был шкаф. Вот сбивают лишнее и потом выравнивают. Уже сделали? Что я снимала? Что? О-о-о. Вот это? О-о-о. Ай! Ну, а вот тут нужна липка? Да. Вот здесь кожина. А-а. Мне теперь осталось только почистить. Ну как, она житается, потому что у меня такая конструкция. Но никто не вывалится. Но она держится. Вот зачистить и покрасить. Что, лучше? Да, конечно. Но все равно она такая хрень. Ну, липкость, это такая конструкция. Вот тут можно было бы еще закрепить. Можно. Можно, тогда она бы жестко была бы. Вот именно к стене вот как-то сделать. Тот же уголок, можно пластину. Да, что вот эта конструкция такая. Можно вот так пластинку вводить. И вот через эту вот. Запиши, чтобы мы в магазине купили вот такую же структуру. Вот сюда, вот к этой стенке и сюда. Там наверху было ведро. Где оно? Какое ведро? Мыть пол. Вот оно стоит. Ну, извините, башка дырявая. Прямо перед глазами не увидела. Ищите, поменяю воду и протру там пол. Я гуляю с Ванюшей. Он у меня тут чинить собрался. Ну, аккуратненько высыпь и только... Во, во, да, вот так. Во, ты можешь чинить? Что ты хотела чинить? Ну, чини машину свою. Давай. Вот. На что мы тут играем? Песочек остатки. Песка. У нас, походу, дождь будет. Небо черное. Такая погода классная. Прям вообще. За вчера так было. Жарко. До невозможности. На сегодня классно. Опа! И попа теперь вся в песке, да? Отказывается в этом доме абсолютно. Постоянно от сандалей. Предпочитает весь день ходить босиком. Так что мы, в принципе, и не настаиваем. Вот. Что ходит босичком. Вот так. Скажи, папа чинит, дедушка чинит. И ты тоже теперь чини. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Вот так. Еще, мэру. Еще. Еще? Ну, давай еще чини. Если нужно еще что-то починить, чини. Пойдем, посмотрим, что они там делают. Туда? Да, туда. Пойдем. Пойдем. А ну-ка, давай заглянем к дедушке. Где папа? Где папа? Здесь? Нет, здесь нету папы. Это твоя комната. Машинка. А вот и папа. Какая? Нравится? Кстати, на камере машинка такая голубая. А на самом деле машинка бирюзовая. То есть камера не передает цвета. Нет, сейчас открывать не нужно. Мы ждем, когда батареи... Ой, батареи. Обои высохнут, сынок. Ножницы. Ножницы. Неси сюда. Неси их. Но-но-но-но-но-но. Давай. Ванюш, не-не-не-не-не. Ты что, сейчас папа придет, увидит, скажет, ай-яй-яй. Завтра, спасибо. О, во сколько? Четыре-пять. Четыре-пять. А, ну, мы уже один. Вам туда? Туда? Ну, пойдем посмотрим, что там папа. Вниз хочешь? Угу. Аккуратно. Сыночек, тихонечко спускайся. Аккуратненько. Куда дальше? Хочешь побегать здесь, в зале? Да. Да? Я открою дверь. И мы можем с тобой побегать. На старт. Камни не надо, Ванюш, убери камни отсюда. Камни на улице. Камнями, если хочешь играть, пошли на улицу. В доме камнями играть не нужно. А потом будешь собирать их, да? Очень часто. Камни, мы забыть, как мы можем с тобой, будем с тобой. Очень часто, чуть ли не каждый влог спрашивают, уберем ли мы решетки. И, да, как только мы сюда заедем, подключим интернет, сигнализацию и все камеры, мы снимем решетки. Пока что мы этого не делаем, так как мы здесь не спим. На старт, внимание. Маш, аккуратно, это окно сынок. Маш. Маш. Детя Оля решила почистить на улице плитку, поэтому я с Ванюшкой. Так мы обычно с Детей меняемся, я допустим. Это яма. Да, это яма. Мы меняемся с ней, допустим, я что-то делаю, вот пока я ванную мыла, Ванюшка в принципе сам по себе гулял, в комнате сидел, мультик смотрел. Ой, мой мальчик, мой любимый мальчик. Ай, мой любимый мальчик. Один мультик. Один мультик. Может погуляем еще? Дома. Хочешь посидеть дома? Ну так мы часа два гуляем, то где-то 30 минут смотрим мультик. Раньше я была настолько категорична, а сейчас, знаете, ребенок растет, я намного проще к этому отношусь. Тем более со следующей недели начинается садик и целый день не будет мультика. Бегай, бегай. Но так как у нас будет адаптационный период. А каминок, а каминок. Патруль, а каминок. Финячу патруль. Тут. Здесь в зале? Тут. Нет, сыночек, мой мультик смотрим наверху, на диване, чтобы тебе было удобно. Вообще, я очень хочу, чтобы Аня подключил телевизор. У нас телевизор здесь есть. Потому что я не люблю, когда он смотрит на планшете. Если смотрит мультик, то лучше же уже смотреть на телевизоре. На большом экране, с хорошим расстоянием. Но так как дел много, я не хочу Аню дергать еще из-за какого-то телевизора. Да, это дуть, чтобы разжигать костер в камине. Не, положи. Ну что, будем еще гулять? Да? Ну давай гуляй тогда. Так вот, адаптационный период у нас были в зале, теперь мы будем с ним вместе. Где-то часа полтора. На следующий день оставим на часик его одного, и там уже посмотрим, как пойдет дело. Воспитатели предпочитают смотреть на каждого ребенка индивидуально. На старт. Внимание. Марш. Да эти ручки, как у лебедя. Смотри, мама краб. Такое эхо, так как нету ничего. Наша бабушка-худесница моет плитку. Вот это вот черное все, это вот лесень, земля. То есть, видите, какая-то есть лица плитка. Я помыла спереди дома, а вот в тюля решила помыть задний двор. У нас, знаете как, вот если у кого-то есть желание что-либо сделать, берет и делает, у нас нету такого, что кто-то что-то должен, или кто-то сделал больше, кто-то меньше. В общем, вообще, у нас все идет по желанию. По желанию, по возможности. Поэтому, когда в комментариях там пишут, ой, там, а вот дядь Вова сделал больше, а вот Ваня сделал меньше, а вот Катя ничего не делает, а вот дядь Оля все делает. Ну, ребят, вы тут не с нами. И вот так вот высказывается очень неправильно и некрасиво, потому что кто бы что ни делал, даже следить за ребенком, это тоже не так просто за двухлеткой смотреть. Тем более у нас Ванюшка сам по себе очень мало играет. Поэтому, когда кто-то из моей семьи играет с Ванюшей, это для меня такая помощь, я тем временем могу что-то сделать по дому. Поэтому, ну и вот, у нас вот такая вот тактика, да, мы так делаем. И никто никого не сравнивает и не высказывается. Вот я такой молодец, а вот вы все. Вот. Просто хотелось не то что акцентировать, просто обратить на это внимание, потому что я понимаю, что очень многие люди пишут и вот делились так же в комментариях люди, что вот ссорятся семьи из-за того, что начинают выяснять, кто больше сделал, кто сделал вообще что-то, что нет. Иди, иди туда, мама. Сейчас я приду. Ты пьешь сок или грызешь? Допустим, мои родители, как вы все прекрасно знаете, есть, есть там еще сок. Мои родители работают. И поэтому тетёля с дядь Вовой, они, у них своё предприятие, ну, свой бизнес. Поэтому они более свободны, да, в этом плане. Поэтому могут приехать каждый день и вот быть с нами. Мои родители приезжают, как только у них какое-то свободное окно, они тоже здесь с нами, поэтому... Мама, мама, тут... Сажусь. Ой. Сок вот. Хочешь сюда поставить сок? Вот сюда. Куда? Вот сюда? Хорошо. Куда едем? Тукану. Тукану? Ну, поехали. Ехать одно. Заводи машину. Перейп. Ну, что, поехали? Ещё нет. А? Ещё нет? А что тогда? Что мы забыли? Это! Что? Инструменты забыли? Давай, клади в багажник. Всё, теперь можно ехать? Так. Ну, теперь садись, поехали. Всё, приехали? Всё. Ой, смотри, отвертку забыли. Вон она лежит. Как так мы без отвертки? У нас жопа в песке, потому что Ванечка тут настолько высокая. И это. Всё? Чик-чик-чик-чик. Это. Всё? Поехали? Ещё. Мы вернулись домой. Ванечка поехала с Ваней и дядей Вовой. В общем, отремонтировали машину, которую эвакуатор забирал сегодня. А дядя Вову уже всё отремонтировали. Нужно было до закрытия тайера, мастерской, забрать. Потому что на одной машине нам очень неудобно. Очень часто нужно разделиться. А мы не можем, потому что одна машина и добираться больше некогда. Поэтому поехали забирать. Ваня любит ездить в мастерские. Тем более они заедут потом к Наде. Вот там решить один вопросик. И, в общем, Ванюшка напросился, поехал с ними. И, в общем, они взяли его с собой. Он довольный уехал. А мы с Тёлей хотим воспользоваться случаем, так как мы одни. Я хочу принять ванну. Тёля там полежит, отдохнёт. Она сейчас там с Надей разговаривает. А я хочу принять ванну. Вот такой вот у меня план. И плюсом ко всему нам ещё ничего не нужно готовить. Потому что мы провели голосование. И все захотели дурум. Дурум-кебаб. В общем, там в Сабаделле, куда поехали Ваня с дядь Вовой и с Ванечкой. Там самый вкусный. Он любимый всей нашей семьи. И я тоже его очень люблю. Поэтому мы прочли мысли друг друга. И у нас ужин будет дурум. Поэтому нам даже готовить ничего не нужно. Вот. Завтра планируем сделать очень много дел. Так как сегодня из-за того, что машина сделалась быстро, как бы многие вещи отложили. Но ничего. Бывают и такие дни, что когда сделано чуть меньше, чем запланировали. Завтра, я думаю, сделаем больше, чем запланировали. Надеюсь. И уже, в принципе, будем потихоньку собираться. Собирать вещи. Потому что уже пора. Пора. Время. Уже сегодня, уже 6 число. Да, 6 сентября. Время поджимает. Поэтому надо. Надо, надо собираться. Так сказать. Вот. Потому что я в ванную. Хочу просто полежать. И расслабиться. Жалко. У меня все бомбочки. Все-все-все позаканчивалось. Надо будет как-нибудь попасть в торговый центр. И купить всякие разные бомбочки. Я еще в Икею. Мы заедем как-нибудь на неделе. Нам нужно в Икею. Я хочу купить вот такую банку красивую. И туда складывать. Накупить целую банку этих разных бомбочек. Потому что они реально очень расслабляют. Пахнут очень приятно. В общем. У меня сейчас будет балный день. Да. Точнее не день, а вечер. Ванюш. У тебя упало. Так, Ванюш, к кому мы приехали? К Наде. К Наде? Да. Да? Да. А что мы ей привезли? Котя. Котя? Да. Ну-ка, пошли посмотрим. Может быть, там Надя есть? Да. Посмотри. О, стучи. Машинкой стучи. Аккуратнее, аккуратнее. Не так сильно. Да. Надя! Надя! Ножкой? Аккуратнее пальчиком ударишь, будет плохо. Надя! Надя! Не открывает? Да. Не открывает. Ну, поехали домой. К Наде хочешь? Да. Надя! Надя! Сейчас, накатиться. Наскатиться. Маша, где Маша, где Майя? Пойдем за Мае. Маша! Так, ребят, мы вернулись домой, забрали машину, ее уже отремонтировали. Что там у нее сломалось? А что сломалось? Ролик. Ролик генератора. Машинный пробег хороший, и ролик всего лишь поменять. Родной. Родной, да. В общем, мы все проголосовали, все очень соскучились по шаурме, и вот будем есть шаурму и радоваться. Какая-то сабадель, но барберей. Какой идея. Да, мы не нашли лучше. Ладно, в общем, вы тут уже едите, всем приятного аппетита. Я тоже качаю. Я тоже качаю. Субтитры сделал DimaTorzok